Привет, я Егор и это Лимб, где мы говорим о мертвом и мертвых, об истории. И сегодняшняя наша тема весьма волнительна. Она посвящена оплоту мировой свободы и демократии, стране, подарившей миру фастфуд, голливудские слащавые мелодрамы, интернет в конце-то концов и глагол линчевать. Ну а если быть конкретнее, то сегодня мы говорим о самом кровопролитном событии в истории Америки. Гражданской войне между Севером и Югом. Что типично, самое интересное в этой войне, это то, с чего она началась и чем она закончилась. Ну и чем закончилась эта война, общеизвестно. Юг проиграл эту битву и всю войну. Ни за что южане победят. С ее началом все гораздо любопытнее, но обычно упоминают лишь следующее. Противостояние промышленного Севера и аграрного Юга, потом упоминают об отмене рабства и начинают занудно повествовать о том, кто в каком сражении, сколько людей потерял. Мы решили сосредоточиться сегодня на истоках. Начнем с того, что даже идеологически Южные и Северные Штаты отличались, да и отличаются до сих пор принципиально. В то время, как Северные Штаты всегда традиционно стремились к усилению централизации власти, укреплению целостности страны и всему такому прочему, Южным Штатам импонировал совершенно другой подход. Не принимай манеры Янки. К примеру, упомянем такого известного американского мыслителя, известного для Америки американского мыслителя, как Джон Калхун. Седьмой вице-президент США, выходец из Южной Каролины, умерший в 50-м году за 11 лет до начала гражданской войны. Известный политолог. Калхун рассматривал Союз Штатов как объединение независимых государств, объединенных, соответственно, общими идеалами. Именно идеалами, да, не законодательством или еще какой-нибудь чушью. В общем, именно в этом заключается основное принципиальное идеологическое различие Севера и Юга. Но, конечно, говоря об идеологии, обязательно стоит вспомнить рабство. Особо углубляться не будем. Просто обратим ваше внимание на то, что у самого Линкольна были рабы. На то, что прокламация об освобождении рабов появилась только в 63-м году. Свободны. Хотя война началась в 61-м. На то, что, опять же, Линкольн сам говорил, что если бы для сохранения Союза нужно было бы освободить рабов, он бы их освободил. А если бы нужно было оставить их рабами, то он бы их оставил рабами. И, конечно же, на то, что в состав Северных Штатов во время войны входило аж три рабовладельческих штата. Делавер, Кентукки и Миссури. Причем в Делавере и Кентукки рабство отменили аж в 65-м году, спустя 8 месяцев после окончания Гражданской войны. То есть на Севере в итоге рабство отменили, в общем-то, позже, чем на Юге. Ну и когда мы закончили говорить о лицемерии и идеологии, можем перейти к чему-то не менее, а может быть, даже и более существенному. Естественно, я говорю об экономике. Принято считать, что Юг был весь из себя такой аграрный, отсталый и вообще какой-то 18-ти вечный. Правда, это только отчасти. В общем-то, изначально Юг был просто колоссально богаче Севера. К 60-му году три четверти государственного бюджета штатов составляли доходы сельского хозяйства Юга. В первую очередь, табак, сахар и хлопок. И, кстати, если с двумя первыми пунктами все достаточно очевидно, то с хлопком все не так-то просто. Потому что из хлопка добывается нитроцеллюлоза, одна из основных составляющих бездымного пороха. И хотя в годы гражданской войны его еще не использовали для массового производства патронов из-за технических сложностей, для взрывчатки его уже использовали вовсю. Кроме того, в последнее десятилетие перед войной Север находился в глубоком экономическом кризисе. Причин на то была целая куча. Тут и массовые ограбления важнейших банков, и затонувшие пароходы, сгруженными на них тоннами золота. И еще Россия, после своего поражения в Крымской войне, вернувшаяся на европейский рынок и выкинувшая туда просто кучу дешевого зерна, с которым американское конкурировать не могло. А вот на юге кризиса не было, да. И поэтому юг за счет увеличения количества хлопка, поставляемого на север, смог вытянуть неблагодарных янки из этого экономического кризиса. Но как же эти нищие и изворотливые янки смогли поставить юг на колени? В смысле, на колени. В зависимое положение, я хотел сказать. Да, в общем, примерно так же, как всегда. Закидали шапками. В Сенате. Причем я, ну, практически буквально. Да, тут я внезапно вспомнил, что у нас есть флаг конфедерации. Флаг США тоже есть, но там слишком много этих звездочек. Ну так вот, дело в том, что в американском правительстве есть две палаты парламента, как водится. И в нижнюю палату избираются представители от каждого штата. А их количество зависит от населения этого штата. И когда все это придумывали и закрепляли в Конституции в конце 18 века, население северных и южных штатов было примерно одинаково. Но за 70 лет общая численность населения США увеличивалась примерно на 800%. В 8 раз. А все почему? Все потому, что на юге пахали поля, а на севере строили заводики. И новый заводик, на котором за копейки будет трудиться неутомимый эмигрант, естественно, гораздо проще построить, чем найти место под новое поле. Да и дешевая рабочая сила на юге, в общем-то, не очень нужна. Там же есть рабы. Хотя, кстати, не знаю, на кого тратится больше средств. На гастарбайтера из Ирландии, которого всегда можно заменить, потому что их просто ну очень много. Или чернокожего будущего джазмена из Луизианы, который вообще-то не так-то дешево стоил. Короче, из-за этой замечательной демографической ситуации у севера было невероятное количество голосов в Сенате. Благодаря этому северные штаты делали то, что могли делать. А точнее, ввели жесткие таможенные пошлины на торговлю с югом. Конечно же, в свою пользу. Соответственно, север мог очень дешево закупать у юга тот же хлопок, а потом очень дорого продавать его в Европку, потому что сами по себе южные штаты с Европкой торговать не могли. Государственное единство. Кроме того, север на юг продавал промышленные товары, ну, очень дорого, потому что был практически монополистом в вопросе промышленности. Похоже, если янки не дадут нам спокойно жить, мы пойдем и научим их манерам. В общем, неудивительно, что в 61-м году, в феврале, южные штаты объявляют себя суверенной конфедерацией с блэк-джеком и рабством и отделяются от США. Боже, кажется, все довольно погано. Честно говоря, весьма нагло, если обратиться к цифрам. 90% промышленности на севере, в том числе оборонной. 90% железной дороги, там же. А переброска войск, между прочим, на паровозике быстрее, чем на коне. Почти 3 миллиона вставших под ружье солдат янки против миллиона вооруженных конфедератов. Ну и что же было у гордых Дикси? Ну, аристократическая привычка от безделья изучать военное искусство. Противовес полному идиотизму северных генералов. Желание жить и от того умения вертеться. Индейцы, жившие в резервациях. В противовес демократичному северу, где их просто вырезали под корень. Ну и Скарлетт Ахара еще. Ну да, вроде все. Ну а о том, как эти стороны использовали все эти замечательнейшие возможности, в другом выпуске. Субтитры создавал DimaTorzok